здравствуйте ну прежде чем пригласить нашего сегодняшнего гостя я бы хотел ответить на вопросы некоторых моих хейтеров потому что но вы уже привыкли к тому что я отвечаю на вопросы зрителей но на хейтеров редко обращаю внимание но я думаю стоит это сделать и сегодня уделить им несколько минут небольших минут ну скажу так начну с такого хейтера который все время пишет одно и то же конечно таких немало как он постоянно жопа 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 это просто уже невозможно конечно еще с 20 года многим российским журналистам известно что жопа это что-то такое священное во главе угла у азербайджанцев и у граждан азербайджана я не знаю потому что они постоянно акцентируют внимание на задницах это делается постоянно то есть алиев превратил свой народ не только в зомби арминофобов но и каких-то любителей задниц что ли или может быть я раньше за ними это не замечал но постоянно даже если речь вообще не о них вот как было недавно когда я делал серию репортажей о латинской америки о городах армения которые находятся в странах латинской америки о них вроде бы как ни слова но открывая комментарии а я делаю это редко открывая комментарии и что не сообщение от азербайджанской стороны то постоянно речь о заднице твой жопа твоя жопа 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 и так далее да но как я говорил принципе не многие российские журналисты русские по национальности это заметили еще в 20-х годах те журналисты которые не нравились азербайджанцам они постоянно им угрожали изнасиловать их жопы но я это говорю утрированно послушайте я понимаю конечно что вы многое берете в пример у своих старших братьев турок вплоть до того что уже сами стали велоэтом турции потому что как говорится мы с тамарой ходим парой даже вот тот же алиев если появляется где-нибудь под ручку только с ардоганом у вас все через жопу ваша культура основана на иранском континууме тоже через жопу ваш язык основанный на винегрете араба тюрка персидском там еще какие тоже через жопу то есть все абсолютно через жопу даже ваше поражение и даже победы тоже через жопу учитывая что люди спокойно ездят в степанагер то есть победа тоже через жопу до получить хорошее образование получить повышение по службе тоже через жопу но слушайте прекращайте уже а вас уже слава идет и вы я не знаю вы все это притворяете в свою жизнь чтобы ближе к туркам казах быть что ли но вы и так как бы ближе к ним у вас же другая на самом деле стезя да вот вы любите историю фейковую правда которую ваши там пишут но любите ее да но оглянитесь наверное посмотрите почитайте другую историю не альтернативную как у вас а нормальную человеческую всемирно как бы известную по всему миру да какие-то книги вот все вот это ваша жопа 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 в принципе это все описывалось еще ну многие из вас знают турецкий язык в ряде книгах учебниках або осман краллога эжин селик вы поняли о чем я вот это там было популярно то есть в османской империи помимо были женских гаремов там еще были гаремы с юношами поэтому весь стамбул светится там гей-клубами гей-парадами и все такое вы наверное это и в баку хотите перенести ради того чтобы быть ближе к туркам далее но вы то себя считаете в принципе правильно делаете косманом никакого отношения то не имеете зачем вам эти жопы вы к ним отношения не имеете если вы имеете какое отношение то к персидским империям да то есть вам нужно обращаться к тому что делали персидской империи персидской империи немножко все отличалось от османской там было было иначе хейванит дарь мейян кизиль бошхо вот так это называлось то есть зоофилия среди козел башей разница между юношами и в османской империи и козел башами это уже овцы и прочее так что я не знаю чем лучше моя задница может быть лучше овечьей да для вас ну вам виднее вам виднее конечно но все-таки есть же ханумы обратите внимание на них и потом когда вы все это пишите вы должны знать такую вещь россия это не азербайджан здесь можно угодить за решетку за распространение вот таких вот вещей таких тем а поэтому не приезжайте в россию со своей жопофилией оставайтесь лучше в азербайджане там во всяком случае вы останетесь в целости сохранности вам наверное вас наверно там больше поймут и в россии я конечно не гомофоб я более такой демократичен я считаю что каждый человек там что хочет что и делать пусть только он не убивает никого не насилует и все остальное но при этом я и против того чтобы все вот эти вот дела обсуждались как бы на показ каждого личная жизнь своя да и вас призываю к этому занимайтесь своими делами там жопами не жопами где нибудь там у себя в азербайджане и если вы хотите задать мне какие-то вопросы задавайте по существу хорошие вопросы будут вам хорошие ответы вполне опять же я не ксенофор у меня нет каких-то личностных таких неприязней к азербайджанскому народу поэтому давайте не будем на эту тему со мной говорить тем более я помнится а полгода назад как-то обещал вам что если вот вот эти темы опять продолжите то я лично распространю чем занимаются ваши солдаты свободное от учений военных учений время я вам помните говорил об этом но опять же не буду я это делать пока хорошо но второй вопрос который мне задал другой азербайджанец но он скорее всего реплику кинул он не задавал никаких вопросов он сказал что якобы но увидев мой репортаж из латинской америки он выкинул такую реплику что я якобы езжу на деньги армян вообще это очень вот у вас все через задницу либо за деньги понимаете ну что все в принципе равнозрать равнозначно и то и другое послушайте я не знаю что вы имеете ввиду под деньгами армян ведь не зря я в самом начале выпуска практически через выпуск я это делаю а в самом начале выпуска если вы видели я выставляю фамилии тех кто донатит то есть их не так много и если даже проследить можно заметить что из выпуска в выпуск в самом начале появляются одни и те же имена практически то есть это люди которые часто донатят и причем как вы видите вот посмотрите на число подписчиков да и число тех кто донатит ну как бы небо и земля вы понимаете что это всего лишь несколько человек и причем я выставляю имена и тех кто 50 рублей выслал и тех кто там тысячу рублей выслал одинаково как вы думаете вот учитывая вот этих нескольких человек в неделю там я выхожу обычно раз в неделю в эфир учитывая вот их ну где-то в месяц до 15 в лучшем случае до 17 тысяч рублей да вот этих вот донатеров я сейчас говорю про сбербанковских донатеров я не говорю про патреон куда тоже приходят донаты тоже немного но приходят так вот в месяц это выходит от 15 до 17 тысяч как вы думаете на эти деньги можно совершать я не знаю кругосветные путешествия или хотя бы лететь там из России до любой страны в Латинской Америке я понимаю что у вас проблемы с географией да за эти деньги вы в лучшем случае только от Баку до там губы до хачмаза доедете и вернетесь назад ну где-то может по пути еще туда и обратно шашлык покушаете то есть до Латинской Америки вы на эти деньги точно не улетите но во всяком случае я путешественник со стажем я знаю что на эти деньги далеко не улетишь поэтому я вам так скажу я летал еще до Антитопора и летаю исключительно на свои деньги я работаю я зарабатываю зарабатываю я неплохо плюс еще я выпускаю календари книги календари у меня покупаются каждый год массово я имею ввиду вокруг Света Армянского вы наверное видели рекламу вот все это покупается и вот на эти деньги я летаю календари эти пишу я то есть вот этой вот головой понимаете то есть я сам все делаю я сам честно зарабатываю и честно эти деньги трачу а вот что касается донатов ну вы вынудили мне сказать сказать об этом не хотел говорить вот эти донаты я собираю обычно и передаю нуждающимся моим соотечественникам мне много пишут по разным вопросам некоторые пишут просят оказать финансовую помощь на какие-то там нужные проблемы лечения и все такое и когда у меня есть сумма из этих донатов которые я могу помочь не важно сколько люди выслали 50-100 рублей там 1000 рублей 5000 рублей но это все копится и я эти деньги перечисляю тем кому это нужно если у меня в данный момент денег нет я честно говорю что к сожалению в данный момент у меня ничего нет чтобы вам помочь можете подождать вот это вот касаемо донатов теперь вы надеюсь понимаете что эти деньги донаты так называемые абсолютно меня не спасают а учитывая что еще и рекламу для российских граждан ютюб перекрыл то там вообще вроде бы как монетизация была но сейчас там наполовину эта монетизация урезана по той причине что у меня в основном русскоязычный слушатель а русскоязычный это по большей части Россия и для России нет рекламы чтобы полагаться на эти деньги они приходят но это достаточно мало до этого было мало а сейчас вообще два раза меньше ну мало это я вам сейчас скажу ну за два месяца я не знаю может быть долларов 150-200 это за два месяца то есть сейчас вот такая вот сумма я вам сказал честно все как есть так что вот этими своими укорами вы меня нисколько не тронете не обидите но я рад что вы мне задали эти вопросы а я все-таки высказался потому что порой лучше высказаться чем держать вот это вот все себе надеюсь я ответил на ваши вопросы и жопофилом и тем кто считает чужие деньги научитесь работать мозгами вот как я я работаю мозгами но не умею я продавать баклажаны и помидоры ну ничего тут не поделаешь не то что баклажаны и помидоры я в америке купил курточку которая мне мала мне даже не поднимается рука ее продать потому что я не умею продавать скорее я ее подарю чем продам мне говорят ну выстави на продажу ну как я это сделал я же не алверчи как некоторые понимаете вот поэтому вот как бы так ну а сейчас перейдем уже от паранов к людям и я хочу представить вам сегодняшнего нашего гостя тема тоже актуальная я считаю что она своевременная особенно для тех кто живет за пределами Армении и в гостях у нас сегодня проживающий в Армении историк журналист публицист Антон Евстратов здравствуйте Антон добрый вечер Вадим Антон ну давай поговорим о том что происходит сейчас вот между Россией и Украиной как русская община оценивает ситуацию русская община проживающая в Армении посмотри сразу под словом русская община следует понимать несколько может быть терминов несколько значений о которых есть смысл поговорить потому что это это кто это русская община которая проживала изначально до эпохи большого переезда это русская община которая была разбавлена вот этим вот приехавшими это все вместе либо это по отдельности в данном случае у нас взгляды есть самые разные по приехавшим мы отдельно поговорим вот именно те русские которые проживают в Армении еще до того как являются гражданами Армении например а ну среди этих русских достаточно лояльное настроение в общем мы встречаем вполне себе лояльное настроение касаемо российской спецоперации эти люди с пониманием относятся они при этом считают себя русскими людьми так или иначе и они связаны с Россией несмотря на наличие армянского гражданства и да там достаточно лояльны при этом конечно тут тоже некая сегментированность имеет место быть вот потому что да действительно есть всякие но в данном случае вот в отличие от контингента о котором мы поговорим позже да здесь гораздо более такие благожелательные настроения вот и это это прямо можно проследить по целому ряду моих знакомых из вот этих самых русских проживающих как вот ты отметил постоянно с наличием армянского гражданства и разумеется до последних событий то есть раскола там среди них нет да чтобы ну вот скажем армяне в Венесуэле недавно я там был одни за Мадуро другие против него вот среди русских в Армении есть такие которые поддерживают эту спецоперацию а есть те которые не поддерживают но я же отметил что есть конечно и те и те но здесь настроение вот именно в этом сегменте значительно более лояльно чем во многих других это да то есть не то чтобы как бы раскола его совсем нет совсем оно быть не может ни в одном сообществе не может быть прямо в одной точке зрения она может быть господствующая но она никогда не бывает единой полностью но да если брать большинство я думаю опять же социологические исследования не проводил хотя это очень интересная идея в каком-то смысле спасибо за идею может быть мы этим займемся в рамках какой-нибудь научной работы но в целом не проводил поэтому прям вот супер авторитетно об этом не скажу но говорю за круг моих знакомых о людях которых я так или иначе знаю вот русские которые жили изначально до изначально термин наверное не очень корректно до известных событий они в целом лояльны да в целом подчеркну понятно а каково отношение к тем русским которые приехали в связи с частичной мобилизацией в России я знаю очень большое количество граждан России русских по национальности выехала на территорию республики Армения отношения у русских или отношения у местных жителей у русских у армян вот к этим гражданам России которые последние недели выехали в Армению для тебя я думаю не секрет что в Армении в целом русских любят русских людей славян в целом но русских как-то особенно и несмотря на то что из-за этой большой релокации имеются некоторые экономические проблемы связанные со съемом жилья и с повысившими ценами несмотря на то что эти люди в общем бегут от долга своей страны и мне кажется армяне которые не бегут от этого же самого и защищают границы своей страны на линии соперкисновения против азербайджанцев для них это по идее должно быть как минимум странно но нет но нет отношения очень лояльные на самом деле отношения очень благожелательные я говорю в лучших традициях той самой хлебосольности по отношению к русским со стороны армян которые которые мы с тобой хорошо знаем да отношения может быть несколько иное у собственно русских которые живут здесь и вот лояльных целям и задачам спецоперации но разумеется они их воспринимают как ну как 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 кого беглецов как вот так вот да разумеется ну как как уклонистов ну собственно ну так объективно так как кем они в общем многие из них являются тоже на самом деле бегут тоже по-разному уезжают тоже по-разному да я вот хотел спросить а вот сам лично вот ты Антон как ты к ним относишься вот я за себя могу сказать я отношусь с пониманием во-первых потому что мобилизации как таковой не было то есть военного положения не было и как я считаю люди вправе ехать куда хотят и когда хотят если мы говорим про право то право они разумеется имеют если открытые аэропорты если продаются билеты если законодательно им ехать не запрещено они имеют право ехать туда куда посчитают нужным здесь мы не имеем права да как как-либо им указывать в этом плане но если мы говорим о нашей личной оценке то тут уже гораздо сложнее потому что ну что если бы великоотечественные люди начали массово релакцироваться ну как бы это было бы это все-таки другое немножко это другое не другое а ну как бы человек человек живет да там пользуются благами страны он имеет гражданство имеет по отношению к стране определенные обязанности опять же мы в Армении это я думаю что ты меня в этом отношении поймешь в Армении в Армении ведь гораздо более тонко воспринимается потому что опять же ну вот вот и если опять же армяне первую арцахскую скажем релакцироваться бы стали ну не получилось бы ничего с арцахом да ну очевидно что не получилось и так далее то есть да опять же с пониманием употребил этот замечательный термин и я да с пониманием отношусь я с пониманием отношусь тем более что опять же люди все-таки уезжают из государства где им говорили что денег нет но вы держитесь да где им говорили что и хотите материальное благосостояние идите в бизнес да и так и прочее ну вот они пошли в бизнес а сейчас их бизнес скажем находятся под угрозой вот опять же и они занимаются возможно тем же бизнесом но уже за пределами России да да как Медведев и рекомендовал как Дмитрий Анатольевич и рекомендовал совершенно верно другое дело да что ну понятие долга оно даже вот в этом в этом смысле никуда не девается опять же вопрос согласен сложный вопрос открытый ну если ты про мое личное отношение то я вот мне кажется его сформулировал с ним можно согласиться можно нет но он осторожен да да хорошо Антон я знаю что ты занимаешься еще общественной деятельностью в Армении все не просто так недавно ты побывал в Москве где участвовал на форуме где были первые лица российского государства в том числе Валентина Ивановна Матвиенко мог бы рассказать что это был за форум я знаю у тебя была там речь какова вообще была тема и как все прошло ну это был евразийский форум мост тема связанная разумеется с разного рода интеграцией в рамках Евразии то есть как экономической так и в большей степени в данном случае культурной поиск новых смыслов там договорились о проведении там например философского форума в ближайшее время ну теперь оно уже ближайшее действительно время кроме того что касается моего доклада то я посчитал необходимым на этой площадке донести информацию о ситуации с разрушением армянских и советских памятников культурных исторических и религиозных если брать армянские памятники на оккупированных азербайджанцами территориях Арцаха и поскольку речь шла о общеевразийском реестре культурных памятников поскольку речь шла о создании некой наднациональной структуры параллельно ЮНЕСКО которая будет этим заниматься ну потому что ЮНЕСКО к сожалению у нас не очень эффективно и мы-то знаем да ЮНЕСКО продажная организация да разумеется и в этом смысле мне кажется мой доклад был очень в контексте он заинтересовал он вызвал довольно живое обсуждение и вот об этом и после этого как раз речь и зашла собственно о создании реестра и прочего другое дело что тут опять же это сложно технически потому что опять же любой такой реестр и любая такая организация потребуют вовлеченности официального Баку ну а мы знаем что такое вовлеченность официального Баку и мы знаем как он будет этот процесс вести в лучшем случае он будет его торпедировать и саботировать в худшем случае он просто откажется это делать ну с какой стати они будут этим заниматься учитывая что в их интересах полностью деарменизировать край зачистить любые там исторические упоминания свидетельства о его армянском характере на и ну и о советской памяти заодно в принципе снести в общем зачем наследникам Расул ЗТ и Фатали Бейли советские тем более там памятники опять же опять же незачем это все было рассказано это все было мною проговорено скоро я в любом случае выпущу статью по мотивам этой речи с необходимым фотоматериалами где пока еще не знаю ну в любом случае в скором времени она выйдет либо на тематическом портале собственно того самого моста который проводил форум либо на каком-то из других ресурсов сейчас вот я решаю этот вопрос Антон скажи пожалуйста почему так получается что ну как у нас здесь в России говорят я буду выражаться тем термином который слышу в России почему о героизации фашизма в России говорят больше в отношении Прибалтики Украины Грузии там других каких-то может быть еще стран но о героизации фашизма на территории Азербайджана и того что происходит в Арцахе когда те же памятники Нельсону Налбандяну Ивану Христофоровичу Баграмяну и я уж не говорю о древних каких-то там памятниках я говорю исключительно только памятников советских времен на времен Второй мировой войны об этом почему-то в России не говорят или не принято говорить почему Россия не замечает того что происходит в Азербайджане это же обыкновенный фашизм но при этом обращает внимание на малейший какой-то там шаг в сторону Запада или фашизма в странах Балтии например вот чисто твое мнение конечно здесь необходимо все это увязывать исключительно с политическим контекстом конечно же страны Балтии и Украина для России гораздо более актуальны политически нежели ситуация в Азербайджане и Арцах это изначально это просто изначальная канва из которой необходимо играть но кроме того опять же стоит понимать что Россия она же не сама по себе является ну какой-то вот единый центр нет в России у нас множество элит общенациональных региональных и так далее да там увязанных с одними центрами силы с другими центрами силами дружище дружище с условно говоря одним партнером и другим партнером то есть в этом отношении все достаточно сложно и почему так ну потому что на какой на каком-то этапе скажем так элиты связанные с Баку да ну оказались более привилегированным и успешным скажем так положением нежели элиты связанные с Арменией это связано и с чисто вопросами внутрироссийской политической борьбы ну также и с возможностями Баку лоббистскими возможностями Баку и Еревана вне сомнения это тоже ну на данный момент вот за 30 лет собственно вот этот путь прошел и именно в данном вопросе именно вот в вопросе который учета так сказать в вопросе фашизации региона да взгляд к сожалению нелояльный в данном случае армянам и гораздо более не то чтобы он правокинский ну да как ты правильно отметил незамечающий ту фашизацию которая идет и это выгодно Баку по сути своей ну да здесь иначе говоря здесь даже дело не столько в фашизме сколько в связях то есть если ты мне уже не друг то ты фашист получается так пока ты мне друг у тебя все хорошо зачастую да оно не всегда так но зачастую оно так разумеется и опять же это вопрос кому вдруг вопрос вопрос какая элитарная группировка на данный момент доминирует да я не говорю кстати что эта ситуация константна она может измениться в любой момент и мне кажется что да и мне кажется что наши усилия усилия людей понимающих ситуацию должны сосредоточиться именно на том чтобы эту самую смену ситуации ну как-то подталкнуть например информированием людей на разных площадках например привлечения ситуации максимально возможного внимания ну ты это делаешь на своих платформах регулярно и ну и мы стараемся по возможности в любом случае но при этом при всем надо понимать что зачастую тут увязка может быть к сожалению не культурно не культурного характера не идеологического характера а скажем экономического характера тут к сожалению так ну и я еще отмечу один момент я вот у меня через некоторое время выходит коллективная монография о азербайджанском лобби в разных странах в России во Франции в Израиле еще в некоторых государствах вот и тут что тут надо отметить что азербайджанский лоббизм сколько бы ни ржали последние 30 лет над ним армяне исключительно успешен то есть все поставленные в общем цели они выполнили а армянская сторона над ними угорала армянская сторона стебалась над этим икорной дипломатией над этим над мазутом фюрером и прочее а в результате оказалось что их переиграли полностью да я скажу почему потому что армянское лобби оно такое более самостоятельное что ли потому что армяне один из таких народов которые имеют диаспору практически во всех странах мира да как и евреи тоже то есть они самостоятельно лоббировали какую-то там ситуацию там в Соединенных Штатах Америки допустим в Латинской Америке на Ближнем Востоке и так далее а смеялись над азербайджанцами над их попытками лоббирования своих вопросов из-за того что у них как таковой диаспоры нет то есть такой широкой диаспоры как у армян там в Соединенных Штатах там на Ближнем Востоке вообще их особо-то и нет они есть только на постсоветском пространстве в Иране они есть а то что касается азербайджанской диаспоры скажем в Европе или в Соединенных Штатах это как правило либо либо оппозиционеры власти Алиевской либо это детишки которые там учатся отучились и остались то есть это такая диаспора новой волны у которых как армянам казалось нет особо никаких связей но в принципе так оно и есть но азербайджанское лобби переплюнуло армянское в вопросах денег то есть они не сами лоббировали они заплатили допустим в Израиле тем же гражданам Израиля которые заседают в том же Кнессите например и сами евреи там лоббировали интерес Азербайджана в Израиле то же самое происходило и в других странах то есть достаточно подкупить двух-трех человек и они тебе все будут лоббировать чего кстати говоря армяне не учли не учли да тут видишь и во многом денежный вопрос у армян зачастую денег оказалось меньше вот ну и организационный тоже то есть вот этот вот эту организационную возможность не учли да не учли и собственно в результате приходится расхлебывать вот многие даже удивляются я как-то вчера по-моему смотрел интервью ныне покойным уже Исаевым его всегда считали проармянским человеком бывший депутат Государственной Думы эксперт очень хороший был такой политолог и он давал интервью бакинскому азербайджанскому изданию где то же издание спрашивало у него вот почему у вас в России так широко представлены средства массовой информации армяне владеют каналом владеют там всякими разными СМИ печатными например ну и так далее и Исаев сказал так а кто вам-то запрещает всем этим владеть но это интервью было записано наверное года три назад да и при этом то ну особо ну есть она эта диаспора в России ну широко она представлена толку-то в пользу Армении как таковой у нее нет у этой самой российской то есть армянской диаспоры в России я имею ввиду в пользу Армении толку как таковой нет ну есть там например несколько человек которые да защищают интересы Армении я имею ввиду из армян но при этом можно таких подкупных людей неазербайджанской национальности легко выявить на территории России которые везде всегда находят какой-то армянский след чтобы ну как-то вот уколоть да например тот же Сергей Марков ну известный такой азербайджанский лоббист азербайджанцев тут как бы нет как говорится не представлены но у них есть свои люди той же русской национальности которые лоббируют их интересы то есть вот это вот как раз таки живой пример что азербайджанцы это сами не лоббируют они платят за них все делают это как в советские годы это как бы не студент учится а баран учится да студент дома сидит деньги дали там барана дали профессору и все получил высшее образование в принципе тот же процесс на политическом уровне сейчас идет то есть заплатил за тебя все сделали так решается и осуществляется политика азербайджана обратил внимание даже тот же Алиев ни шагу не сделает без Эрдогана да вот я об этом и хотел сказать что помимо того что заплатил там эти усилия еще и координированы сверху то есть они управляемы они так сказать стратегически и тактически просчитываемы и так далее в армянском сегменте в этом отношении разница значительная именно потому что правильно как ты отметил там ну есть отдельные люди которые которые в силу так сказать своих собственных политических идеологических взглядов патриотических взглядов ну да отставят интерес но в целом как как общее явление как массовое явление это это не происходит а если происходит то скажем так не недостаточно координированно недостаточно управляемо ну и соответственно гораздо менее эффективно даже если абстрагироваться от чисто денежного вопроса который конечно же есть Антон скажите вы когда-нибудь доводилось встречаться с представителями русской национальности из Азербайджана представителем русской национальности из Азербайджана ну может быть каких-то в третьих странах в России например ну в России да 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 приходилось ну то есть это люди которые в принципе не помнят Баку но они тогда изначально там родились я имею ввиду ныне проживающие в Азербайджане нет нет таких никогда нет я знаю некоторых людей которые родились в Баку и вот переехали в очень маленьком возрасте мои ровесники сколько там их там было лет тогда ну там два-три условно да таких парочек вспомнишь я не зря задал этот вопрос просто я то сам в Азербайджане уже много лет не был по понятным причинам и соответственно очень редко сталкиваюсь сталкиваюсь с русскими из Азербайджана которые проживают там если я и сталкиваюсь то это в основном те же русские которые уехали уже из Азербайджана кто-то год назад кто-то пять лет назад и все как один они говорят что там буквально вот эти нацменьшинства они как в заложниках сидят то есть если ты русский ты должен там восхвалять Алиева обязательно заниматься той же арминофобией говорить в адрес армян что-то там нелицеприятное ну тогда ты получишь какие-то блага да но это не только русских касается это касается представителей других национальностей например тех же УДИН которые сейчас очень актуальны потому что сейчас памятники Арцаха хотят приписать им ну а эти рады стараться все-таки какая-никакая история вот я хотел узнать есть есть ли такое же давление со стороны властей Армении местным русским то есть если вы русские живете в Армении то вы обязательно должны гнобить устно или как бы письменно но что-то делать такое в адрес Азербайджана или что-то такое антиазербайджанское вопрос настолько странный лично для меня что я даже не знаю как на него ответить потому что этого вообще нету этого даже нету и в каком-то проекте более того русским Армении как и собственно армянам Армении никто не указывает быть лояльным правительству да там никакому ну вот я живу этому подтверждение и при прошлых и при следующих и при нынешних я никогда например не был проправительственным журналистом да при том что ну как-то вот живу да как-то как-то существую здесь да ни разу я не спорю я все это прекрасно знаю просто русский по национальности проживающий в Армении она смотрит много разных людей в том числе из Азербайджана и этот вопрос согласись мы с тобой не обговаривали что этот вопрос прозвучит я как бы наобум задал мне очень интересно ответить на этот вопрос естественно что здесь куча русских которые вообще не касаются никоим образом армяно-азербайджанских отношений ну просто это за пределами скажем так их интересов я касаюсь силу опять же работы своей особенности ее те взгляды которые есть у меня там в отношении армяно-азербайджанского вопроса они никак не были продиктованы упаси господи властями никакой манипуляции со стороны властей никогда не было и нет да к сожалению никакой манипуляции поддержки в этом вопросе я не знаю к сожалению или к счастью ты знаешь а мне было очень жаль парня русского парня солдата азербайджанской армии который погиб во время Тарцарской войны 20-го года почему мне было именно его жаль потому что ему все косточки перемыли погибло много у них но при этом очень часто он был во главе угла его постоянно показывали по всем азербайджанским каналам его постоянно показывали российским экспертам вот посмотрите с нами даже против армян воюют русские это наши граждане и вот его убили то есть такая манипуляция была дешевая такая наивная я бы сказал но при этом был погибший русский гражданин Армении со стороны Армении да и об этом ну один раз показали как бы среди всех остальных тоже армянских солдат да и как бы на этом все забыли то есть не стали в Армении также манипулировать трупом человека как это делали в Азербайджане это конечно дорогого стоит это дорогого стоит так остро в Армении нет национального какого-то национальной противоречия в Армении нет опять же какого-то там даже в помине там национального сепаратизма и прочее ну русские русские ну что ну да ну там в Азербайджане этот вопрос на самом деле актуален несмотря на официальные заявления у нас мы понимаем что это та еще тюрьма народов во все в абсолютно прямом смысле этого термина вот в абсолютно вот в смысле 19 века откуда он и взялся так что да в Армении это нет и тут нет давления на национальное меньшинство ну понятно тут конечно и самих представителей национальных меньшинств гораздо меньше и почвы-то для сепаратизма нету но факт остается фактом конечно поскольку сама актуальность в гораздо меньшей степени я понимаю что ты имеешь ввиду ты имеешь ввиду что дескать если Азербайджан педалирует этот вопрос то нужно было и ответить ему соответствующим образом то есть сказать ну вот у нас тоже русские гибнут но здесь дискурс другой опять же здесь еще раз отмечу что это ну не является чем-то экстраординарным если он если люди граждане страны естественно они воюют все вместе кто у нас там воюет вот русские воюют помимо армян ассирийцы воюют и гибнут тоже езиды ну мы знаем эту историю очень ужасную совершенно воюют и гибнут тоже да там с отрубленной головой и так далее и так далее то есть здесь это не считается чем-то таким удивительным да и этот вопрос не педалируется именно потому что это совершенно обыденная тема совершенно обыденный момент надо ли было отвечать именно каким-то образом нескусственно вплескивать именно вот наличие этого русского шахида вот здесь наверное больше подойдет русского шахида да 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 странный термин ну вот азербайджанцы решили это сделать ну я говорю что там все же вопрос притеснения национальных меньшинств он актуален здесь нет здесь это еще очень очень хороший пример скажем межцерковный и в Баку есть русская православная церковь и в Ереване есть русская православная но при этом священник русской православной церкви в Ереване не касается вообще политики он занимается религиозными обрядами в церкви но зато священник русской православной церкви в Баку. Такое ощущение, словно он только и занимается политикой. Конечно. Он еще книжку потрясающую написал, которая каким-то образом получила гриф Академии наук в РАН. Это, да, крайне потрясающий вопрос. Об этом у меня будет отдельный выпуск, кстати говоря. По этому человеку я уже как-то говорил. Того стоит, конечно. Да, он стоит того, чтобы по нему сделать отдельный выпуск. Достаточно такой тип. Ну, в принципе, духовенство, оно тоже разное. Бывает такое и подкупное, и не очень приятное, и вовсе неприятное. А бывают именно те, которые занимаются тем, чем и надлежало бы им заниматься. Я имею в виду духовенство. Хорошо, Антон. Ну, у нас уже очень много времени прошло. Быстро летит время. Я хочу поблагодарить тебя за сегодняшний все-таки эфир. Мы долго к этому ушли, долго готовились, то я где-то в отъезде, то тебе было некогда. Спасибо еще раз за сегодняшнюю встречу. Ну, а зрителям, ну, как обычно, хочу сказать, что... Да, кстати говоря, я прошу прощения перед своими зрителями, если кто-то обиделся на то, что я говорил в начале. Ну, просто уже накипело. Просто еще раз хочу попросить прощения. Ну, а с Антоном как-нибудь, да когда-нибудь увидимся, надеюсь, уже в Ереване. Спасибо тебе в свою очередь за возможность донести некоторые мысли очень важные, как мне кажется. И да, до встречи в Ереване. Я думаю, что она будет и приятна, и полезна. Спасибо. Спасибо всем. До свидания.